Называется эта сура также «Сулюту Кур'ан» — одна треть Кур'ана. Когда посланник Аллаху, салаллаху алейхи вассалям, обратился к сподвижникам и сказал, кто из вас может прочесть одну треть Кур'ана за ночь, некоторые сахабы сказали «Сулюту Кафир» — одна треть — это много, я, Расулуллах, на что сказал порок Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, читайте сурату Ихляс. Поэтому ученые говорят, если три раза ее прочитать, награду берешь, как будто весь Кур'ан прочитал. Обычно, когда человек читает, что побуждает читать эту суру Али-Ихляс? В первую очередь нас с вами побуждает вообще читать Кур'ан, это то, что это «Каляму Аллаху Аззаваджалла», «Каляму Аллаху Малик-Иля Аллаху», то, что это слово Аллаха, то, что это речь Аллаха, и первое это должно быть этим, это побуждение, дабы читать Кур'ан. Но однако, с точки зрения награды Аджра, например, пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, говорил «Икрау Захараван», «Икрау Захаравейн», читайте «Захаравейн Аль-Бакара Али-Имран», «Чтобы спастись от наказания в могилах», «Сурат Аль-Мульк», «Табарак Алладзи Бяди Хил-Мульк», когда человек читает от наказания в могилах. Также «Сурат Аль-Ихляс», касательно «Сурат Аль-Ихляс», «Сурат Аль-Кахф», например, каждую пятницу мы с вами читаем, как сказал пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, тот, кто прочитал в пятницу «Сурат Аль-Кахф», ему будет такой нур, такой свет, который между двумя пятницами. И также сказал тот, кто первые 10 аятов, последние 10 аятов прочитает, не встретится с Даджайном, с Антихристом Даджайном. Это побуждает, это награда, и это достоинство побуждает человека читать эти суры. Что касательно «Сурат Аль-Ихляс», Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Мен караа сурат Аль-Ихляс, а ашара маррат, буни лягу касму фил джанна, вафирывай буни лягу аль-бейту фил джанна». Тот, кто прочитал 10 раз, 10 раз сурат Аль-Ихляс, сколько время займется у нас с вами прочитать сурат Аль-Ихляс 10 раз? Меньше 5 минут, 3 минуты. Сурат Аль-Ихляс, чтобы 10 раз прочитать. Посланник Аллаха, посмотрите, за 3 минуты, мы с вами, это самое, так скажем, грандиозное строительство. Посланник Аллаха, салаллаху алейхи вассалям, сказал, кто 10 раз прочитает сурат Аль-Ихляс, этому человеку Аллах построил дом в раю. Посмотрите, какое великое. Само действие, оно маленькое. То есть, имеете в виду, мало времени занимает, чтобы 10 раз сурат Аль-Ихляс прочитать. Однако, какая великая награда за это? Это, опять же, из милости Всевышнего Аллаха, по отношению к своим рабам. И это еще раз указывает, то, что Аллах ни в чем не нуждается. А все эти действия, которые он нам с вами приказал выполнять, это легкие действия, но заслуживаешь такую великую награду. Кто 10 раз прочитал сурат Аль-Ихляс, построен дом в раю, сказал, салаллаху алейхи вассалям. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...